hello guys всем привет на моем канале сегодня у меня сегодня такая тема интересная просто вот подумала об этом и думаю запишу видео для вас о том стоит ли ехать в сша вот друзья сейчас буду идти как раз по нашему комьюнити вот где мы сейчас живем но сразу скажу хорошая новость нам одобрили сегодня буквально час назад когда минимум тот куда мы подавали просьбу арендовать жилье ту бедру тут буквально недалеко минут пять на машине нам одобрили получается заявку мы сейчас будем делать документы на 13 месяцев переезжать уже как бы в свое жилье постоянное и отдавать детей в школу я считаю что для нас это огромное достижение потому что ну вот реально мы приехали не просто с нулем а с минусом и вот у нас будет жилье в хорошем достаточно таком вот комьюнити как это правильно называется когда минимуме жилом комплексе вот так что вы такие хорошие новости еще одна хорошая новость сразу перед видео поделюсь мы как дизайн-студия взяли два заказа частных заказа наших уже и они пока совершенно небольшие больше тестовые но мы их делаем и мы уже с работой с работой на себя пока я не знаю как пойдет все дальше буду делиться вот смотрите какой красивый тут вид вот дальше уже напережная а вот за мной я по ходу видео покажу за мной бассейн боже я сюда всего лишь два раза мы добрались вот бассейн с джакузи потому что честно не хватает времени я все надеюсь что она когда-то будет появляться так вот вернемся все-таки к теме почему стоит ехать в америку друзья я недавно снимала видео на тему того что мы ездили на встречу с украинцами у которых там прадедушки переехали вот из украины в америку еще в 1900 году у кто-то нырнул в бассейне еще в 1900 году и вот этот момент я хотела сказать о нем что очень очень важно я посмотрела на этих ребят то есть они пытаются немножко учить украинский у них конечно же родной английский и я посмотрела что они живут совершенно вот по-другому чем живем мы то есть это наши ровесники но они блин они совершенно не прошли весь тот ужас который прошли мы вот я говорю и наши родственники то есть наши родители эти перестройки я помню этот весь кошмар эти очереди которая после школы стояла там с номером 400 какой-то за хлебом потом за пачкой масла стояла часа по три после школы вместо того чтобы учиться там играть на площадке то есть помню как мама всегда переживала чем нас накормить купоны вот эти потом эти все бандитские жуткие перестрелки этот весь 90 и потом война вот дальше война и вообще жизнь за копейки мама была учительницей и на самом деле я помню эту ее зарплату меньше 100 долларов за которую она с тремя пересадками на целый день ездила на работу каждый день и этого даже не хватало на еду то есть я помню этот весь кошмар ну и плюс сейчас войны которые вообще все забрали и унесли жизни наших родных то есть я отдельно об этом сделаю видео у нас и у моего мужа у нашей семьи очень сильно пострадали они полностью разрушены и на самом деле мне об этом все сложно говорить то есть у нас потеряно все и потеряны жизни наших близких разрушены семьи забрано полностью все я думаю что как у многих украинцев и слава богу вот мы и дети живы так и вот я когда об этом думаю мы сейчас в америке я подумала что те люди которые переехали сюда вот век назад а есть еще знакомые наши переехали когда шла война в перестройку то есть как раз таки это 90-е годы и их дети уже здесь и получили шикарное образование там медицинская еще там такое вот как когда они уже там полностью уверенно стоят на ногах имеют свои дома имеют профессию их дети учатся вот у меня у знакомых там ребенок лондоне учится еще у кого-то там в хороших вузах я просто так родила что у меня маленькие дети а у меня у некоторых моих сверстников есть уже внуки или там взрослые дети так вот я хотела сказать о том что вот они уже там лучших вузах мира и я понимаю конечно что это огромный огромный труд это огромная сила воли это огромное терпение но я хочу сказать что есть ради чего вы понимаете то есть тот результат когда мои родители ну столько работали я столько работала столько училась то есть я закончила школу потом я закончила четыре года художественного училища это после школы и потом еще пять лет академии искусств харькове то есть это 19 лет образования и у меня нет ничего у меня вот сейчас мы рады тому что нам сдадут квартиру апартаменты здесь вот и за нас поручаются люди потому что мы даже не можем толком сами за себя поручиться еще в америке то есть мы начинаем просто с минуса вот правильно кто-то сказал не с нуля а мы начинаем с минуса так вот я хочу сказать что к чему мы пришли всю жизнь работая покупая жилье делая ремонт и отказывая себе во многом и вкладывая вкладывая в образование вкладывая в недвижимость мы пришли к тому что у нас нет ничего но у нас есть очень много на самом деле у нас есть мы есть желание идти двигаться и добиваться но вот я хотела все же сравнить с теми кто приехал чьи родители дедушки бабушки приехали раньше и у их детей внуков правнуков совершенно другая жизнь я на них смотрю и они думают где бы отдохнуть сегодня куда бы поехать попутешествовать ну вообще другие совершенно мысли нормальные мысли нормальная жизнь понимаете вертолет летит это вот такая у нас тут парковка вот сша делают вот такие крытые парковки возле домиков очень удобно здорово друзья в общем я надеюсь вы понимаете о чем я то есть это совершенно другая жизнь для меня важно чтобы мои дети выжили и чтобы у них было будущее и мы друзья познакомились недавно с еще тремя семьями здесь тоже с детьми и я выслушала каждую историю как люди сюда попали и почему я кратко расскажу я думаю что для тех кто собирается думает ехать ли в америку или нет я думаю важно реальные истории людей это может резонировать тоже с вашими мыслями так вот первое все сказали что однозначно прежде всего не только для себя а для будущего детей то есть вот именно те кто доезжает доползает долетает реально доползает там стоит семья которая шла через мексику доползает сюда в никуда и практически все вот эти семьи они из восточных регионов где харьков мариуполь херсон донецк где все разрушено то есть и те кто сюда реально вот так вот доползли через мексику с детьми они знают ради чего это делают ради чего они будут проходить как и мы этот нелегкий путь становления здесь потому что мне кто-то из эмигрантов которые здесь давно сказали такую вещь вот классную что мы на самом деле те кто первые в эмиграции первое поколение мы кости как скелет то есть эмиграция это как формируется новый человек новый человек в новой среде и вот первое поколение эмигрантов это как скелет как костяк как кости как скелет нового человека наши дети второе поколение тоже мышцы будет легче они будут увереннее себя чувствовать а их дети наши внуки это уже коза это уже сформированный новый человек то есть вот как это будет то есть это вот такой вот процесс как бы который полностью завершается на третьем поколении Я это понимаю, и я беру ответственность на себя, что мы первое поколение, вот этот вот скелет, мы первое поколение эмигрантов в нашем роду получается, и я ответственно это понимаю, и также делюсь вот этой информацией, она понятна всем, но вот это не только мы так думаем, то есть другие люди это тоже так думают. И вот я скажу кратко вот об этих как раз семьях. Первая семья это мама, девушка моего возраста и 40 лет с двумя детьми, которая из Харькова, из-под обстрела, сама с двумя детьми перешла полтора года назад границу с Мексикой, решилась. Я для меня, когда я это понимаю, вот просто я восхищаюсь этим человеком, я недавно с ней познакомилась, вот, и она это рассказала, что в никуда буквально она шла, вот шла, ну представьте вы себе, вот представьте, женщина с детьми в самый дорогой штат через Мексику, и вот она уже здесь, ей, конечно же, помогали люди, и она, у неё хороший английский, она его, судя по всему, может, там доучила, может, он был хороший английский, и она говорит, что я год работала в хаускипинге, это как уборщица, готовила людям еду в домах, но сейчас она нашла работу, то есть она подавала резюме, всё-всё-всё, нашла хорошую работу в госкомпании с документами, и всё уже окей, уже один ребёнок подрос немножко и сел за руль и уже помогает на дардаше, подрабатывает, то есть семья уже, вот, как я понимаю, становится на ноги, и вот я восхищаюсь таким вот, ну поступком, меня это восхищает, тем более одна женщина, девушка, она такая тоненькая совершенно, и вот так вот с двумя детьми перешла Мексику, и детям даёт образование здесь, это очень круто, вот, это вот одна история, в никуда, вот, вот вам реальные ситуации, люди вот так делают, вторая история, это семья из-под обстрелов, где муж первый попал в Америку, поехал, немножко как-то устроился, хоть как-то, чтобы сделать спонсорство жене и дочке, их потом вытянул, и они сейчас вместе, ещё с одним человеком, соседом по комнате, снимают ван-бедрум, по комнате, вот, живут там, и тоже вот ставят цели, ставят цели в образовании, опять же, пытаются учить язык, и есть цели, кем быть, и ребёнок учится в американской школе, люди из Херсона, ну, в общем, вот сам факт, что вот так вот семьи степ-бай-степ ставят цели, и их достигают, вот ещё одна такая семья, то есть они купили машину за, буквально, как я поняла, это копейки, за 2000 долларов заработали первые, взяли первую машину, потому что люди потеряли всё, и потому что они говорят, у нас родственники сейчас в Херсоне под обстрелом сидят, вот, родители, это всё очень тяжело, и для меня, я, когда слушаю такие истории, когда я общаюсь с такими людьми, я восхищена ими, я понимаю, что это, блин, это круто, в данном случае, друзья, я на своём канале раскрываю тему эмиграции, и вот то, что я переживаю, то, что я вижу здесь, а мы начали знакомиться с украинскими семьями, во-первых, я заметила один момент, в основном, все семьи, с которыми вот мы знакомимся, они с Восточной Украины, я думаю, потому что всё-таки именно там люди потеряли реально всё, это Мариуполь, это Харьков, это Донецк, это Херсон и немного Днепр, то есть там всё разбомблено, там реально трагедия страшная, потому что всё-таки на Западной Украине, там практически, слава Богу, нет пока обстрелов, и надеюсь, их и не будет, но Восточная Украина, её практически нет, она оккупирована и стёрта с лица земли, и именно эти семьи, они решились на то, чтобы кардинально менять свою жизнь ради своих детей, как и мы, и вот на такой путь решились, на путь иммигранта, беженца, это не просто, нельзя путать иммигранта и беженца, иммигрант это ты готовился, ты копил деньги, учил язык, чётко наводил какие-то связи, знакомства в то место, куда ты решил, подготовился и решил ехать, то есть люди к иммиграции годами, десятилетиями готовятся, ну по 3-5 лет минимум, беженец это когда тебя жизнь застала врасплох, и ты просто оттолкнулся и, несмотря на что, просто побежал, спасая своих детей, это разные вещи, ты не готовился, ты не собирал себе подушки безопасности, а часто наоборот их нет, люди их проели, проели либо какие-то кредиты, либо вот мы допустим кредит погашали из Германии, кредиты на жильё часто, очень многие приехали с кредитами на жильё, и они сидят и их гасят, потому что, к сожалению, наша страна, она не просто не предусмотрела, она наоборот, всё очень плохо, людям поступают звонки там с угрозами, это всё, ну мы тоже это слышали, вот, поэтому мы всё погасили, потому что нет понимания, что война и что нужно остановить, что людям нужно заморозить оплаты, ну, этого понимания, к сожалению, нет, и вот все люди выжимаются и пытаются, вот, по крайней мере которых я знаю, гасить ещё как-то из беженства работать и гасить ещё в Украине кредиты, вот, вот такая ситуация, это вот я вам говорю, как сама с этим столкнувшийся человек, мне тоже звонили из банков и так же само увеличивали, у меня там даже по технике остался и по ремонту кредит, и мне увеличивали за три месяца что-то там, в два раза увеличили оплату, представьте, это вообще в войну, началась война, а мне начали увеличивать это всё, и мне пришлось заплатить, там, умножить на два, то есть я считаю, что так вообще не должно быть, как и рост цен, в Украине сейчас вообще страшная ситуация, то есть объявили официально о том, что все продукты подорожают на 5-10%, я оставлю, если надо, ссылку в описании на эту информацию о том, что будет подорожание, я на это посмотрела, я думаю, там люди еле выживают, какое подорожание, я не понимаю, я считаю, что должны бесплатно раздавать продукты, тем более они поступают в виде международной помощи, очень много всего поступают, и для меня это всё непонятно, друзья, простите, я просто этого не понимаю, и вот от этого всего я понимаю, почему люди бегут в США, потому что, по крайней мере, здесь еда, ну, пожалуйста, приезжай, вот прошлое моё видео, посмотрите, никакой не надо регистрации, приезжай, хоть каждый день бери, что ты хочешь и кушай, это реально такая ситуация, это уж еда, ну, это, ну, правда, в стране, в которой война, поднимать цены на еду, это страшно. Так вот, и вернёмся, то, с чего начали, стоит ли переезжать в Америку. Вы знаете, я посмотрела на своих же ровесников, вот у которых родители, или родители, или бабушки, или дедушки, прадедушки сделали этот шаг, когда-то сложный, такой вот тяжёлый шаг иммиграции, и я посмотрела, где сейчас я и где сейчас они, я вам скажу, что, ну, я думаю, стоит. Я думаю, что для меня однозначно вопрос стоит делать всё, чтобы мои дети, дай Бог, жили и внуки по-другому, потому что, друзья, я очень не хочу, чтобы мои дети и внуки переживали весь тот ужас, который пережила наша семья, который пережила я. Друзья, я очень хочу сделать всё, что от меня зависит, чтобы сделать, по крайней мере, попытаться сделать всё, чтобы мои дети жили по-другому, чтобы они, ну, не столкнулись с этим, понимаете? Я думаю, что вы меня понимаете, и вот все семьи, которые решились на это, а это в основном семьи с Востока, это семьи, которые потеряли всё и которые приехали, я вижу, мы общаемся, я вижу, что они приехали с нулём, реально с нулём или с минусом, с кредитами. Я вижу, что, знаете, есть такое выражение, у них жопа горит. Вот это именно чётко. Или ещё кто-то у меня из друзей сказал когда-то, волшебный пендаль. Вот кто досмотрел это видео до конца, я думаю, вас заинтересует такая фраза, когда в жизни понимание есть такой волшебный пендаль. То есть вот у нас сейчас жопа горит. Это грубо, но это правда, потому что у нас реально каждый день, вот у нас день назад закончилась аренда на R&B. Всё, мы на улице, слава Богу, нам на две недели ещё просто помогли люди, её продлили. Понимаете, а если бы не продлили, мы на улице. Вот, и поэтому жопа горит, мы нашли два заказа, мы начали работать, мы нашли апартмент, мы в 6 утра встаём, едем на встречи с людьми, общаемся. Вот, и просто вот я вечером, когда я уже, мы всё заканчиваем, вот в 6-7 вечера, я могу записать вам видео, сесть ещё и там, допустим, вечером его смонтировать быстро, приготовить еду детям, смонтировать ещё, допустим, позаниматься или языком, или вот правами я занималась. Каждый час он драгоценен. И есть шанс, что только так мы выживем, и мы не просто выживем, мы станем сильными и мы дадим будущее своим детям. Вот так думают все, кто сюда приехал. И эта категория людей отличается даже, да, от тех, кто остался в Европе, потому что там разные люди. Многие действительно хотели жить в Европе и именно иметь европейское будущее. Есть люди, которые приехали пересидеть, и они особо не напрягаются, а просто действительно пережидают. Но все, кто доехали до США, вот в чём разница. Все, кто доехали до США, все эти люди, они целенаправленно понимают, на что они идут. Они понимают, на что они идут, и они готовы за это биться. И тут ни у кого нет никаких розовых очков. Как мне пишут, там кто-то вообще, это такой бред про розовые очки. Я слушаю, думаю, блин, да нет никаких розовых очков. Вы чё, мы знаем, на что мы идём, и мы знаем, за что мы боремся. Мы боремся за будущее своих детей. А когда касается речь детей, я думаю, как и все родители, то люди идут на всё, идут до конца, идут любым образом и готовы врываться по полной. И это нормально. Я вам сейчас покажу офигенный закат. Ещё потом скажу пару слов. Эй, так, камера, направляйся не с меня, убирай фокус. Вот, закат. Смотрите, какая картинка. Класс. А мне это нравится, меня это вдохновляет. Вот, я вам показываю эту красоту. И я хочу вам ещё сказать на фоне этого классного заката. Мой дедушка, вот, но это отдельная история, я отдельно расскажу немножко по поводу своих родственников. Там есть такие вещи, которыми я вдохновляюсь, и у которых я вспоминаю их, я учусь. Я учусь сейчас у своих близких, которых нет в живых, но они меня, знаете, вот как ведут по жизни. И, кстати, вот, не знаю, я ни в коем случае не даю никому совет, но, может, кому-то это тоже будет полезным. Если иногда у вас нет сил, вы чего-то боитесь, вам кажется, что вы не справитесь, вспомните достижения ваших родных и близких, вспомните, что они сделали, чтобы вот чего-то добиться, чтобы вы были, жили, родились, чтобы у вас всё было. И, может быть, это вдохновит вас на то, чтобы идти вперёд дальше. Вот, меня это реально вдохновляет очень сильно, и мне это помогает. То есть я чувствую связь со своими поколениями, с родом, во много поколениях, вот я прям чувствую эту связь, и я постоянно беру оттуда силу, энергию, мудрость, вот это вот рвение выжить, построить свою жизнь. То есть я учусь у своих родных, которые, к сожалению, уже ушли. Я потом когда-то расскажу об этом всё-таки подробнее, некоторые такие вот истории, которые вот действительно для меня недостойны, блин, такого восхищения. Вот так. Ну всё, видео получилось, наверное, опять длинным. Я надеюсь, что кому-то оно будет полезным. Вот у меня опять две пальмы. Очень красиво. Я наслаждаюсь этим видом, наслаждаюсь океаном, пока мы тут живём, потому что новые апартаменты у нас тоже на берегу, но минут 7 на машине нужно вглубь поехать. Вот. А тут мы живём прямо на побережье ещё вот около двух недель, и... Ну и это невероятно круто. Вот. Всем пока, всем мира, берегите себя, стройте свою жизнь, удачи. Вот. И веры, веры в лучшее. Наконечки покажу. Вот мы возле океана тут на набережной. Люди приехали, многие смотреть закат, уже готовятся вот так красиво. Скоро будет закат, мы идём в сторону пляжа, и вот люди уже садятся на газонах. А многие вот так вот, вот как в машине, я покажу, делают себе тут как барчик, кресло, и сидят смотрят закат.